Девчонки, всем приветик! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять свои комментарии. Также посмотрите и проконтролируйте, чтобы у вас был нажат колокольчик. Тогда вы будете первыми получать уведомления о выходе нового видеоролика. А сегодняшняя тема будет мужской маникюр. И в порядок я буду приводить ручки слесаря. Ну и пока мы не углубились в наш видеоролик, я вам хочу напомнить о том, что, девчонки, в феврале я еду к вам с курсами. 6 февраля состоится курс наращивания полигелем 5 форм, а 7 февраля состоится курс экспресс-дизайн. Всю дополнительную информацию вы можете найти у нашего организатора Ольги. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Также, если вы из Украины, в городе Днепр стартует в январе у нас базовый курс по маникюру и педикюру. Всю информацию вы можете узнать у меня в Инстаграме. Пишите в личных сообщениях. Ну а мы возвращаемся к нашему видеоролику. И хочу обратить ваше внимание на то, что маникюр будет мужской. Так как это мужчина, естественно, и наращивать длину, и равнять все ногти под одну длину, физически возможности у нас не будет. Поэтому на всех ногтях я буду просто убирать длину до минимума. И буду это делать с помощью пилочки 100 на 150 грит. И тут у всех, естественно, возникнет вопрос, какой же гридностью снимать свободный край, убирать длину 100 или 150 грит. Для того, чтобы ногтевая пластина не заворачивалась под свободный край, лучше использовать гридность 150-180. Тогда торец вы опилите четко и не будет заворотов под ногтевой пластиной. У вас четкий будет срез пилочки и не нужно будет вам потом отколупывать остатки ногтевой пластины с под нижней части ногтя. Честно говоря, в этом случае я не придавала значению ни длине ногтевой пластины, ни форме. Передо мной стояла задача сделать эстетический внешний вид и чистенький маникюр. На самом деле это было достаточно сложно, так как если вы обратите внимание на указательный палец, его кожа практически вся потрескана. И в эти трещины очень сильно, очень глубоко забилось машинное масло, целая куча пыли, грязи и всего остального. И помимо чистого маникюра, нужно было еще обратить на эти участки внимание, так как я не могла отпустить клиента в таком состоянии. Естественно, эти участки нужно будет сейчас дочищать. И здесь я буду использовать целую кучу средств для того, чтобы хотя бы более-менее придать этим участкам кожи гладкий и чистый вид. Сразу же пилкой 150 грит и убираю глянец ногтевой пластины. И уже смело перехожу к выполнению маникюра. И здесь я буду использовать алмазную фрезу, которая имеет красную насечку. И работать буду на 35 тысячах оборотов. Сначала в режиме реверс. Сначала захожу в первую зону, в межкутикульное пространство. И здесь передо мной стоит задача отрезать кутикулу от натуральной ногтевой пластины. Я их разрезаю, зачищаю синусы и аккуратненько спускаюсь в пазухе между ногтевой пластиной и боковым валиком. И дальше уже зачищаю все участки кожи, которые находятся в боковых валиках. Если есть огрубелости на этом этапе, можете сразу же их дочищать и вычищать. И только потом мы будем переходить к переключению в режим форвард. Если фрезой не получается очистить кожу, там где есть огрубелость, там где есть глубокие трещины, вы можете эти участки дочистить бафиком грубым, примерно 180-200 грит. И чуть-чуть сгладить вот эти все неровные участки. И чуть-чуть, конечно, вам поможет она избавиться от этих трещин и убрать хотя бы поверхностно ту забившуюся грязь и пыль в этих трещинах. А я уже переключилась в режим форвард и снова работаю на 35 тысячах оборотов и хорошо натягиваю участки кожи в тех местах, в которых я буду работать фрезой. То есть, если вы идете от середины кутикулы, пытайтесь натягивать середину кутикулы. Если вы перемещаетесь фрезой к синусу, натягивайте синус. Если вы перемещаетесь к боковому валику, значит у вас хорошая натяжка должна быть в этом участке. При этом, при всем, ваша фреза должна идти как по маслу. Никакого нажатия не должно быть. Буквально в воздухе вы должны разрезать эти участки и дочищать. Постоянно работайте щеткой, сметкой. Сметайте все кусочки пыли для того, чтобы не казалась эта пыль у вас как остатки кожи, остатки еще там ногтевой пластины. И вам не хотелось фрезой туда-обратно возвращаться. Так как если вы будете думать, что все-таки это остатки кожи или кутикулы, вы совершите там пропил. В этом же положении фрезы я сразу же дочищаю полностью всю кожу вокруг ногтевой пластины. Все огрубилось, убираю. И, кстати, не меняю фрезу, хотя на первый взгляд кожа кажется грубой, но это же мужчины, вы же понимаете, к ним только дотронься. Они сразу же начинают говорить, что у них ай-ой, все печет. Мужчины в плане маникюра очень нежные и с ними надо как с цветочком. На них даже нельзя дышать и смотреть, дабы не спугнуть. Итак, то же самое действие я произвожу абсолютно на всех ногтях конверным методом. То есть вы изначально можете обработать сначала левую сторону на всех пальчиках, потом переключить в режим форвард и обработать правую сторону на всех пальчиках. И поскольку у нас сегодня будет комбинированный маникюр, я не приподнимаю юбочку, я ее не буду срезать фрезой, я буду сегодня работать ножничками и щипчиками. А для того, чтобы сделать четкий и правильный срез ножничками, перед тем, как работать режущими инструментами, вы должны качественно выполнить разрезание фрезой кожи от ногтевой пластины. То есть это углубление у вас должно быть примерно на одном расстоянии по всему периметру. Если вы заходите под кутикулу примерно на 2 миллиметра, то от синуса, под кутикулой и до синуса, у вас должно быть пропорционально 2 миллиметра. Так как если вы где-то в синусе зайдете на 2 миллиметра, тут на полмиллиметра, там где-то в середине, и уйдете в синус обратно-таки на 2 миллиметра, естественно, даже срез у вас не получится равномерным. Итак, далее я наношу ремовер. Ремовер вы можете использовать абсолютно любой, разный, с чем комфортнее вам работать. Этот ремовер может быть гелеобразный, он может быть жидкий, он может быть средней консистенции, вообще не имеет никакого значения, главное, чтобы он выполнял свою правильную функцию. Я наношу ремовер, жду несколько секунд для того, чтобы он начал свою работу. С влажной салфеткой его протираю, убираю остатки ремовера и берусь за ножнички. Ножнички у вас стоять должны перпендикулярно ногтевой пластине под углом 90 градусов. Вот выставили ножнички, имеет у нас ногтевая пластина естественную арку. По этой арке вы должны и выставлять ваше лезвие. Когда вы работаете с ремовером, очень хорошо видно ту часть кутикулы, которую нужно отрезать. То есть будет такая, как маленькая тоненькая ниточка, ореол между отрожшей, уже окрубелой кутикулой и самим телом, самой кожей. Поэтому, если вы будете очень внимательны и не будете лезвием заходить за эту тоненькую ниточку, вы никогда не сделаете лишнего надреза. Но и сделайте максимально качественный срез. Если вы делаете все правильно и у вас нет лопнувшей кутикулы, вы должны сделать срез так, чтобы кутикула у вас отрезалась одной цельной колбаской. И тогда при отрастании следующий участок кожи не будет расти с заусенцами. Ну и кажется, вроде бы как все, все чисто, красиво, но это еще не конец нашего маникюра. Итак, то же самое действие я выполняю со всеми пальчиками. Единственный момент, если вы хотите ускориться в выполнении маникюра, в данной технике, вы можете изначально на три пальчика нанести ремовер, а потом, когда вы их обрежете, еще на два. Так как ремовер имеет свойство выпарение, испарение, и потом надо будет тратить время обратно ждать эти несколько секунд, для того, чтобы он начал работать. Ну а как обычно, нам, мастерам, у нас нет на это столько много драгоценного времени. На этом пальчике ремовер поднял участок птеригия, плохо дочищенный, поэтому я здесь дорабатываю его еще и щипчиками. И есть еще кусочки, как мне показалось, кожи, которые, на мой взгляд, были лишними, поэтому мы их просто уберем. Следующий этап шлифовка-полировка. В данном случае я использую полировщик, который имеет 600 на 3000 грит. И сначала зашлифовываю той стороной, которая имеет 600 грит, а потом той стороной, которая имеет 3000 грит, заполироваю ногтевую пластину. Далее влажная салфетка протерла кожу и буду работать полировщиком по коже. Работаю примерно на 12-13 тысячах оборотов и хорошо зашлифовываю кожу до такого состояния, чтобы первая фаланга у меня буквально аж была в глянцевом состоянии. Кстати, если у вас получилось все равно разлохмаченная кутикула, вы можете чуть-чуть нанести туда ремовера, подождать, пока он подсохнет, подвыветрится и потом уже пройтись по этим участкам полировочной фрезой. Кстати, можно нанести масло и с маслом тоже отполировать кожу. Итак, девочки, наш мужской маникюр готов. Мне кажется, что разницу вы можете посмотреть, она, естественно, существенная. И кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, ну и оставьте свои комментарии, в какой бы технике вы бы сделали маникюр. И я вас жду на своей страничке в инстаграм, там всегда очень много всего полезного и интересного. Если будут вопросы, пишите, задавайте. Вы только в инстаграме сможете получить со мной обратную связь.